Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц и регулярный новостной выпуск от No Mercy Radio. Предлагаю ненадолго отвлечься от адских новостей и ближайшие пару минут поговорить о музыке. За помощью держаться на плаву благодарю Микея Филатова и сама RZN91. Если у кого-то из вас возникнет желание присоединиться, ссылка на донат любым удобным для вас способом есть в описании, там же ссылка на Boosty, на экране QR-код. К новостям! Питерцы, или как они сами себя называют, главная кость в горле российского металла, инвертор, дропнули новый, как обычно, злой трек с дерзким текстом под названием «Строй». И огненный клип с зелеными лампами и порванным баяном на него. Как кто-то написал в комментариях, едко и метко. Занятно, что клип решили выложить на YouTube-канале барабанщицы Насте Середы, которая очень смешно рубится и угорает в общих планах группы. У инвертора заверстан тур на 15 концертов с 23 сентября по 28 октября. Сумасшедший и дичайший альбом с вот такой обложкой вышел у парней из группы «Цыган». Называется он «Хворь». А названия треков на нем, чтобы вы понимали, такие как «Голова шил», «Царь трюхи», «Ненасытная утроба», «Шершень», «Гнездо сып», «Смрад» и так далее в таком же духе. Материал просто бомбический, кто не слышал, советую ознакомиться. Идея Фикс после долгого молчания, выпустившая два месяца назад сингл под названием «Любовь, Редит, Вашему Здоровью». На днях выпустила второй, его назвали «Любовь убивает». Парни написали, что это нарочито самый жесткий трек за всю историю группы. И не знаю, как вам, но мне тяжелые куски этой песни пришлись по душе. Этой песней группа хочет привлечь внимание возрастевших слушателей к проблеме воспитания. «Берегите своих детей», «Будьте им лучшим другом», «Защищайте их», «Помогайте им». «Старайтесь быть повлеченными в их жизнь», «Уделяйте внимание». Конец цитаты. Ну, у группы уже вышли «Любовь Редит, Вашему Здоровью», затем «Любовь убивает». Давайте подумаем, как будет называться третий сингл «Что еще может делать любовь». Петербуржцы Animal Jazz записали акустический лайф на свой трек «Мистика». Совместно с флейтистом Яном Николенко, известным по группам B2, «Сети» и в прошлом «Сплин». Если говорить о видео, локация красивая, атмосферная. А к съемке и постпродакшену как будто есть вопросики. Как минимум, эту картинку можно было бы сделать по фирмове и правильной цветокоррекции. Хотя, возможно, это вкусовщина. Сам трек душевный, коллаборация с флейтистом интересная. Валдвейс совместно с Волгоградской группой «В чем дело?» и если вы впервые слышите о таких «Понимаю» записали настоящий поп-трек под названием «Это любовь», который сразу же ворвался в чартовую дюжину на нашем радио. Продюсировал трек гитарист Валдвейс Денис Питковский. Мною песня была один раз прослушана для ознакомления, и не могу сказать, что она плохая. Просто скорее, это немножко немой формат, и переслушивать ее я вряд ли буду. Эта любовь меня так накрыла, Растолбала, но я победил. Рубрика в поддержку локальной сцены. Направляемся в Тулу, где группа Solar Storm выпустила альбом из 10 треков под названием «Антагонист». С вот такой очень круто прорисованной обложкой. Группа Рубит с 16-го года изначально играли альтернативу, позже немного утяжелились, но мелодика осталась. Заявлено, что в музыке совмещены дескор и пост-рок, хотя по мне это вполне себе жирненький метал-корчик. Если это видео смотрит кто-то из Тулы, 30-го сентября парни будут презентовать пластинку в малом зале концерт-холла. Ближайший концерт, на который я планирую сходить, состоится 29-го сентября в московском клубе «Город», где будут рубить безумные усилия, предвосхищая восклицания некоторых из вас, да они еще живы, и даже будут презентовать новый сингл. И впервые в Москве будут рубить петербуржцы Black Pirates, состоящие из ленидарных Игоря Капранова, парней из Кореи и Иры Сиденко, у которых, между прочим, вчера тоже вышел новый трек под названием «Rest in Peace» и клип на него. Тяжелые, тягучие, местами психоделичные, с незастыми скримами и местами чистыми Иринами Распевами. Короче, движи от безумных усилий давно ждали, да еще и связки с Black Pirates, я думаю, будет огненно. Надеюсь прийти, снять сюжетик и, возможно, интервью. В ностальгической рубрике с отгадыванием сегодня фрагмент трека с альбома 2014 года «На злобу дня». Кто узнал и отгадал, напишите. Собраться морально и записать этот выпуск мне было очень сложно. Надеюсь, он на несколько минут отвлек вас от грустных мыслей. Буду благодарен за поддержку лайком, комментарием и копеечкой, у кого есть такая возможность. Обнимаю, надеюсь, еще увидимся и до новых встреч. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Спасибо.